Я хотел бы сегодня поговорить о пророке Ионе. Книга пророка Иона, мы знаем, относится к малым пророкам. И малыми пророками это мы их назвали, а не Бог. И малыми они оказались, потому что написали мало. По сравнению с Исаией, Иеремией, Иезекиелем. Пророк Иона написал очень мало. Это четыре главы, и она практически помещается на двух страничках. И пророки Иона очень сильно отличаются от всех остальных пророков. Мало того, что это был пророк-международник, скажем так. Он не проповедовал в Израиле, он не проповедовал в Иерусалиме, он не проповедовал евреям. Потому что знаем, что некоторые пророки, ну большинство пророков пророчествовало в Иерусалиме, царям, иудеям, евреям, да, доносили Слово Божие избранному народу. Были такие пророки, как Иеремия, да, когда случилось большое переселение, его забрали с собой. Сначала он оказался в Египте, потом он был в Вавилоне. И Слово Господа он передавал, опять же таки, своим соотечественникам, да. Потому что те вопрошали через него Господа, Господь открывал, и он передавал им ответы. То есть я хочу акцентировать на то, внимание, что не египтяне к Иеремии ходили, а иудеи ходили к Иеремии вопрошать Господа. Они знали, кто такой Господь, знали, как Он действует, знали, какими словами Он говорит. Они вообще знали, как беседовать с Богом. И вот у них был такой диалог. Пророк Илья немножко, скажем так, продвинулся в этой ступени, потому что Господь сказал ему, ты пойди туда-то, найди такого человека, и помажешь его царем над Сирией. Сирия – это была другая держава, другая страна, там была другая столица, Дамаск. Но вот почему-то Господь дает такое повеление пророку Ильи, чтобы он пошел, нашел и провозгласил Слово Господне, которое, естественно, исполнилось, потому что Слово Господа не пропадает даром. Ну вот, книга пророка Ионы начинается из того, что Господь повелевает идти ему в чужую страну и проповедовать чужим людям, которые ни Бога не знали, ни Бога не чтили, и вообще, я не знаю, задумывались ли они вообще о Боге Едином, всемогущем, сотворившем небо и землю. Потому что те люди, которые жили в Неневе, ассириане, ассирийцы, они творили такие страшные дела, нам повествует история, что это был просто кровожадный народ, и этим было все сказано. И мало того, что Иона не жил во времена Нового Завета, когда Господь сказал, любите врагов ваших. Не было такого повеления. То есть, это его вот это вот противление этому слову Господнему, идти туда и проповедовать. Зачем? Почему? Тем более, они нападали на Израиль, убивали, грабили, сжигали, никакого добра не приносили. Если бы были какие-то там торговые дела, или экономические, или еще что-то там, выгода какая-то, может быть, евреи пошли там ради какой-то корости, и проповедовали бы, обращали там иноплеменников, как есть в Писании, что когда народ еврейский выходил из земли египетского, то очень много из народа пристали к народу израильскому, и вместе выходили, и вот этих людей, которые были не по крови евреями, называли иноплеменниками. И там Господь давал им определенное распоряжение, что они могут там участвовать в праздниках, могут совершать определенные действия. То есть были такие люди, которые видели дела Божьи и хотели служить Богу вместе с этим народом. Этот народ, который жил в Ненееве, вообще не был таким, и близко не был. И Господь посылает Иону. И все четыре главы, которые оставил нам Иона, они описаны именно об одном, скажем так, миссионерском путешествии, потому что это действительно был миссионер в новозаветнем понятии. Пророк Иона идет к чужому народу с благой вестью. Господь его, вернее, посылает с благой вестью, потому что тут не все так однозначно. И я хотел бы прочитать несколько стихов. Вот первая глава, первый стих. Как Господь обращается к Ионе. Какими словами и в каком, скажем так, тоне. И было слово Господне к Ионе, сыну Амафину. Встань, иди в Неневию, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня. Следующее местописание – это третья глава, первый стих. Потому что все те события, которые происходят с Ионой на море, в море, в ките, Господь ничего не говорит. И в третьей главе опять-таки. И было слово Господне к Ионе вторично. Встань, иди в Неневию, город великий, и проповедуй в нем, что я повелел тебе. Один в один. Господь не меняет своего повеления для Ионы. Господь не меняет своего маршрута для Ионы. Господь не дает Ионе никакой поблажки. Еще он добавил, что я повелел тебе. То есть, Ион, а мы с тобой уже имели диалог. Ты его не сделал, я тебе повторю его опять, и еще сделай ударение. Я повелел тебе. Это тебе не приснилось, это тебе не придумали, тебе не соседи послали в какую-то страну. Это Господь говорит Ионе. Опять-таки. И в этих стихах просто видно, что действительно Бог говорит Ионе. Бог имеет власть, имеет вот это слово, которое действует, имеет, скажем так, повеление, Господень план идет в исполнение. Почему? Иона не задает вопросов, он сделал свои выводы, говорит, это грешный народ, оно им не надо, я пошел по своим делам. И действительно, по, скажем так, по понятиям Ионы, по понятиям человека-еврея, который жил в то время и в том месте, это действительно было бесполезное занятие. Как идти к этим людям, проповедовать, если они тебя тут на первом же перекрестке могут лишить жизни, и это будет ни за что. Господь строго, скажем так, обращается к Ионе, потому что это пророк, избранный Божий сосуд. Господь не каждому говорил в Израиле, потому что пророки, люди, пророки были на особым счету у народа, на особым счету были у Господа, и обычно эти люди были очень послушны глазу Господа, потому что они знали, с кем имели дело, они знали, что Господь их выделил, Господь их определил, Господь для них дал Духа Святого, Господь, скажем так, их возвысил среди всего народа, потому что к пророку и шли за советом, к пророку и шли за решением трудных вопросов. В некоторых эпизодах из жизни израильского народа пророк был судья, он решал как духовные вопросы, так и житейские, и слово его было последним словом, словом последней инстанции, которое просто уже говорить после чего не имело смысла, потому что пророк сказал, пророк так решил, словом Господним или просто той мудростью, которую Бог ему дал этому пророку, решалось это дело, и люди уже на этом успокаивались. И вот этот Иона, зная Господа, потому что мы знаем, читаем из того же пророка Ионы, потому что говорит Богу, я знал, что ты милующий, я знал, что ты любящий, я знал, что ты пощадишь этот город. И заметьте, проповедь Ионы была такая, еще 40 дней, и Неневия будет разрушена. Всего там 7 слов, и ни одного слова о покаянии, ни одного слова о призыве, ни одного слова о вам плакать надо, как-то там решать эту проблему. Он говорит по факту. Ребята, вам пришел конец, и может еще даже с улыбкой на устах. Вот такая вот была проповедь. Но Писание нам говорит, что поверили, ни-ни-ни-ни-витяне, Богу, слыша слова Ионы. Вот это вот так работает Господь. Господу нужен был Иона, чтобы он просто заставил людей задуматься. Все остальное сделал Господь. И как апостол Павел говорит, я насадил Аполлос, поливал, а взрастил Господь, и это очень-очень похоже на вот эту вот проповедь Иона. Потому что Иона сказал, люди задумались, поверили Господу. И заметьте, не было у Ионы никаких рекомендаций. Вам нужно вретище, вам нужно паститься, вам нужно отказаться от еды, воды, еще животных, морить голодом. Ну, скажем так, образно, да? Не было ничего такого в проповеди Ионы. Все-таки в этих людях осталась частичка Бога. Все-таки в этих людях в определенный момент сработала эта совесть, да? Естественно, это было Божье действие. Естественно, это была Божья воля, чтобы пробудилась у них в сердцах. И они знали, что делать. А и они это сделали. Они были усердны в этом, потому что это было несколько дней. И Господь действительно услышал. Весь народ, всех детей, да? Даже животные возопили к Господу. И, естественно, помиловал. И смотрите, вот второй эпизод из жизни Ионы, написанный в 4 главе. И сказал Господь, 4 глава, 4 стих. «И сказал Господь, неужели это огорчило тебя так сильно?» Смотрите, как меняется сразу же смысл, разговор Божий с Ионой, да? Какой он приобретает, скажем так, более близкий, более дружественный, более такой семейный, домашний характер. Относительно первых двух, скажем так, посланий. «Встань, иди, и я тебе повелел так вот». Как начальство, да, говорил в первом эпизоде. Второй эпизод. «Неужели это огорчило тебя так сильно?» И 4 глава, 9 стих. «И сказал Бог Ионе, неужели так сильно огорчился ты за растение?» И Он сказал, очень огорчился даже до смерти. «Тогда сказал Господь, ты сожалеешь о растении, над которым ты не трудился и которого не растил, которое в одну ночь выросло и в одну же ночь пропало. Мне ли не пожалеть Неневия, города великого, в котором более 120 тысяч человек, не умеющих отличить правой руки от левой и множество скота?» Смотрите, насколько разговор и характер Божий поменялся относительно Ионы. Насколько он нежно и ласково говорит. Это по нескольким причинам. Во-первых, то, что Иона все-таки исполнил волю Божию, да? Он пошел и проповедовал. От сердца, не от сердца. Там не было такого повеления, что иди, люби этих людей или твори им добро. Ионе было четко сказано, иди, проповедуй, потому что они погибнут. Иона буквально исполнил это слово, естественно, без любви к этим людям. И Господь уже по этой милости, что Иона исполнил его слово, хоть со второго раза, хоть и без любви, Бог с ним говорит вот таким вот нежным домашним голосом, да? Вот и показывает Ионе, насколько Бог любит этих людей, которые Иона, ну, за людей даже не считал. И показывает его, учит на этом примере растения, да? Вот Иона пожалела растения, они жалеют о людях. Ну, сказалось бы, вот эта трава, которая выросла, и когда Бог говорит, ты не работал над этим, которого не растил, которая в одну ночь выросла и в одну ночь пропала. И ты об этом жалеешь, а не жалеешь о том городе с этими людьми, там даже и дети малые, которые вообще не участвовали в этом грехе, да? Но они как бы живут в этом месте, и если Господь будет карать этот город, то они тоже будут погибать, да? Казалось бы, за что? За грехи отцов, казалось бы. И Господь милует вот этот весь город, и больше всего Он учит именно Иону. Ниневитяне, они, да, покаялись, но история нам говорит, что прошло определенное количество времени, и Ниневия была разрушена. То есть наполнила меру грехов своих. Они-то покаялись, но жизнь-то их не поменялась. И вот, скажем так, получилось то, что они посеяли, то они и пожинали. И в историческом аспекте городу Ниневе это как-то мало помогло, честно говоря, да? Но больше всего у пророки Он научился то, что нужно Богу слушать с первого раза, делать то, что Он просит с первого раза, потому что вот эти вот все трудности, которые Он перенес, зачем оно было? Зачем было вот это море? Зачем было вот это вот решение? Зачем было вот этот вот кит? Зачем вот это было задействовать очень много народа и оттягивать во времени, неизбежное, скажем так, для Иона? Удивляет меня также смелость Ионы, когда он... когда он поговорил с этими людьми, которые на корабле работали. Первая глава, девятый стих. Он сказал им, «Я еврей, жду Господа, Бога Небес, сотворившего море и сушу». И устрашились люди страхом великим и сказали ему, «Для чего ты это сделал?» Люди, которые не знали этого большого Бога, они уже осудили Иону, потому что это был праведный суд, да? Зачем ты убегаешь от Бога, который держит в руках всю землю? Ибо узнали эти люди, что он бежит от лица Господня, как он сам объявил им. И сказали ему, «Что сделать нам с тобой, чтобы море утихло для нас?» Ибо море не переставало волноваться. Тогда он сказал им, «Возьмите меня и бросьте меня в море, и море утихнет для вас. Ибо я знаю, что ради меня постигла вас эта великая буря». Нужно быть очень смелым человеком, чтобы произнести такие слова. «Выбросьте меня за борт, но я все равно к этим ассирийцам не пойду. Я все равно не пойду к этим ненеям. Я лучше вот здесь утону, но все равно не пойду, потому что я знаю, какие они люди». Смелые слова, потому что мы читаем дальше, что корабельщики убоялись Бога, потому что кровь брать на душу, зачем оно им надо. Приложили все усилия, все старания, ничего не помогало, потому что от Господа это была буря, да? И мы же понимаем, что эти люди, которые были на корабле, они не первый раз в море вышли. Они там уже все знали, все пробовали, ходили под парусами там, где они знали, где оно безопасно. Но вот постигла их буря, что они все знания свои приложили, ничего не могли сделать. И опять-таки выбрасывают этого Иона, и он не сопротивляется, в последнюю минуту не передумывает, да? Он просто идет ко дну. Ну и там, мы знаем, у Бога был особенный план для Ионы. Чем Иона примечателен? Тем, что вот такая вот книга Ионы, которая, скажем так, она как белая ворона среди всех этих книг пророков, она очень выделяется, то, что Ион не проповедовал евреям, и пророческих слов-то, в принципе, здесь и нет. Здесь была одна история из жизни Ионы, когда Он был миссионером для чужих людей, которых Он не любил. Господь Его научил через это. Ну, просто если сравните даже с книгой пророка Даниила, да? Даниил тоже был за границей, тоже был в плену, был вторым после царя, но Господь Ему давал определенные откровения, которые относятся к дальним дням, как Он, Бог говорит, запечатай книгу, потому что это не сейчас будет, а попозже. И книга пророка Даниила, это как первое откровение, скажем так, и другие вот эти пророческие книги, там именем Господа сказаны слова, наставление, ободрение и другие там слова, потому что люди жили своей жизнью, и нужно было эту жизнь поправлять, потому что нету никого человека идеального. И Господь Иисус Христос, когда был на этой земле, упоминал об Ионе. Матфея, 12 глава, 40 стих. Ибо как Иона был в очреве кита три дня и три ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли три дня и три ночи. Меня это очень удивляет и в то же время радует, потому что Слово Божие, оно повторяется, часто повторяется, потому что, смотрите, даже вот пророческие, ой, книги Моисея, да, есть четыре книги, есть второзаконие, то есть повторение закона украинской. И Моисея рассказывает все, что было тогда, и повторяет этот закон. Книга царств, да, четыре царства, они повторяются с книгой Паралипоменон. Пророки Исаия и Иеремия, они упоминаются в этой Паралипоменону, упоминаются в царств. И вот это вот упоминание, да, перекрестное, оно дает, скажем так, такую более-менее гарантию, что вот эти книги, они ценные, да. И если Иисус Христос выделил Иону в своей проповеди для людей, то и нам нужно взять с этого пример и, скажем так, подчеркнуть что-то, что-то для себя в жизни взять, какие-то ситуации, посмотреть на жизнь пророка Ионы и не делать так, как минимум. И даже вот это вот непослушание Ионы Господь обращает, скажем так, во благо, Господь обращает в пророческое слово. Ибо как Иона был в очреве кита три дня и три ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли три дня и три ночи. И, скажем так, опять история повторяется второй раз, да, вот это вот сравнение, вот эта вот ссылка на Ветхий Завет, на вот это исполнение Ветхого Завета. У Луки, 11 глава, 30 стих, Лука нам тоже пишет слова Иисуса Христа, и Иисус Христос упоминает об Ионе. Ибо как Иона был знамением для неневитян, так будет и Сын Человеческий для рода своего, сего. Каким был Иона знамением для неневитян? Во-первых, это чужой человек, другой национальности, другого менталитета, с другим языком. Скажем так, с точки зрения неневитян, добровольно приходит в наш город и проповедует о том, что неневия будет разрушена. Даже эти слова предостережения, да, вот мы сейчас живем в военное время, и звучат сирены, и нам на мобильный телефон приходят уведомления, что вот воздушная тревога, и мы получили это уведомление и уже сами думаем, что нам делать, или прятаться, или не прятаться, или заниматься своим делом, и мы уже, скажем так, сами решаем свою судьбу, потому что те люди, которые смотрят за безопасностью, они нас предупредили. И мы владеем информацией, и мы уже ответственны за свои действия, потому что мы предупреждены. И уже наше дело туда или сюда. И вот этот ионос за свои деньги, скажем так, идет в другую страну, в другую державу. А это было не очень быстро, как сейчас у нас, потому что сейчас мы преодолеваем очень большое расстояние за короткое время. Тратит свое время, энергию и деньги и приходит и проповедует, что вот вас ждет такая беда, что-нибудь делайте, да. То есть со стороны нивитян это было действительно, скажем так, каким-то чудом, что приходит человек и их предупреждает о грядущей беде. Другой вопрос, что когда иона побывал в Шреве Кита, то там абсолютно не пятизвездочный отель, там определенные условия, нет солнца, мало воздуха, вот эта вот кислота. евреи, обычно люди загорелые, да, и когда вот, например, очень долго моем посуду, то руки становятся намного белее, чем были раньше. И если человек три дня побыл в этой кислоте, там, скажем так, очень продолжительное время, то я читал такую версию, что кожа его побелела. И, скажем так, он выделялся как альбинос, да. Приходит в южный город вот такой человек с белыми волосами, со светлой кожей, выбеленный, как у ребенка, и начинаешь что-то говорить, по неволе обращаешь на него внимание. И, естественно, Бог вот это вот ионина упорство, Он употребил во благо этому народу, потому что на него обращали внимание. Действительно, если это большой город, и написано, три дня ходьбы надо было, это просто я не представляю, какой мегаполис был. Но легко затеряться в толпе чужестранцу, да. Каждый идет по своим делам, каждый спешит за своими проблемами, но идет такой человек, на которого нельзя обратить внимание, который что-то говорит и предупреждает, и люди как-то задумываются, и Библия нам говорит, что весь это дошло до царя. И хотелось бы закончить тем, что книгу пророка Иоанны очень легко употребить в нашей жизни. Это первый пример, то, что мы должны идти благовествовать, в меру возможности, в меру сил, в меру вдохновения, я бы тоже сказал. Не должно кто-то кого-то заставлять это делать, потому что одно дело, когда идешь и делаешь это с радостью, а другое дело идешь, потому что будильник тебя разбудил, и нужно идти на работу. Хожь, не хожь, а нужно идти. Другой вопрос, чтобы слушать голос Божий и быть ему послушным, потому что, если мы его не слушаем, то последствия обычно бывают хуже. А Божье Слово, оно всегда исполняется. Хотим ли мы это или не хотим. Другое дело, мы живем в Новом Завете, и нет такого, как с Ионой, но наша задача должна быть так стоять, что хотим ли мы поучаствовать в чем-то для Бога, или мы останемся вне Божьего плана. Божий народ пойдет вперед, а мы останемся на обочине. То есть это нас должно вдохновлять, это нас должно мотивировать, чтобы мы более и более участвовали в деле Господнем. У нас, у всех, как мы понимаем, разные профессии. Каждый работает на разной посаде, скажем так, каждый занимается своим трудом, на что учился, на что какие таланты развиваются. И к определенному времени мы вырабатываем какой-то жизненный опыт, складываем какое-то резюме, и мы уже становимся более-менее какими-то специалистами в определенном деле. Я скажу, что здесь все собравшиеся, ну, нету, хоть и даже одинаковой профессии, но разные вот направления в каждой профессии даже есть. Если вот доктор, да, их же докторов очень много, там хирурги, кардиологи, все такое, еще между ними еще очень много. Один оперирует, другой исследует, третий какие-то анализы проводит, четвертый изучает просто, вот теорию даже, да. Очень-очень много направлений. Так и у нас очень-очень много вот этих вот дарований, очень-очень много направлений. Вот просто Бог ложит на сердце заниматься теми или другими, или еще третьим. И этого нельзя оставлять, потому что Господу нужны работники, да. Как написано в Писании, что Нива уже поспела, а от работников-то маловато. И просите Господина жатвы, чтобы Бог выслал делателей на Ниву. И в этом смысле мы должны сказать, нас Бог не должен заставлять, а мы должны проявлять инициативу, чтобы делать Божье дело. Еще на что хотел обратить внимание, на то, что Иона не сожалел об вот этих вот людях, которые жили в Ниневе, потому что они были ему чужие, потому что они были ему неродны, они были врагами. И он вообще пришел и сел на горе и смотрел, что же будет с этой Ниневией. Да, ожидал какого-то эпического дела, чтобы можно было прийти и рассказать, что вот я не зря преодолел такое расстояние, вот я посмотрел, как Господь за Израиль поборает, потому что они нам уже так надоели, что вот правильно Бог и сделал, и вот радостную его весть принес, да. Вот погиб народ, который ненавидел Израиля, который докучал Израиля, который грабил Израиля. Но Бог его через это растение учит вот этой вот человеческой жалости, вот этой вот человеческому милосердию, чтобы мы тоже были милосердны к ближнему своему, чтобы мы проявляли вот эту вот заботу, да, как добрый самориден, когда он ушел куда-то по своим делам и вот, скажем так, образно наступил на вот этого вот раненого. И уже, скажем так, он увидел, что этот человек нуждается в помощи и оказал ему помощь. И пусть это вот эти вот примеры из жизни Ионы будут для нас, скажем так, определенные инструкции к определенным действиям, чтобы мы работали для Бога с радостью, с усердием, чтобы это не было из-под палки, чтобы мы доброохотно делали, да, потому что, чтобы получили радость не только Бог, но и мы радовались, то, что мы поработали для Бога. А Господь за награды не постоит, Господь не постоит за благословением, Он нас и так наперед очень много благословляет, благословляет, Он нас и так очень много любит, Он и так нас бережет, да, делаем мы или не делаем. Естественно, мы дети Божьи, но мы хотим быть послушными детьми Божьими. И на этом хочу я закончить. Аминь.